Дача с южными фруктами с улицы желанная, на вид обычная подмосковная, разве что порядок почти идеальный. Цветы, грядки, газон, всё, что нужно, вскопано, сырники только у забора. Абрикосовые деревья ещё очень молодые, им по 8-10 лет, поэтому невысокие, чуть в стороне растения, так сказать, старшего поколения. Яблони, груши, черешни, сливы, все нескольких сортов. Растёт даже лесной орех. Чтобы разобраться во всём этом многообразии, нужна или специальная подготовка, или хозяин сада. Здесь груша, это слива, пионы, это тыквы, кабачки. Это как будто аллея получается? Получается, да, пионная аллея. А это виноград. Виноград? Да. Виноград, по словам Вячеслава Конецкого, обычно созревает в августе или сентябре, зависит от погоды. Сейчас заканчивается сезон черешни, на подходе абрикосы. Первый урожай собрали на днях, садовод уверен, ещё неделя жары, и можно будет снимать остальные. Химические удобрения здесь не используются принципиально, почва самая обычная. Правильный выбор сорта, вот главный секрет успеха. И ещё труд. Вячеслав Игоревич признаётся, садоводство для него не просто хобби. Сад Вячеслава Игоревича начался с мечты о прогулке в тени абрикосовых деревьев. Заниматься землёй хотелось всегда, но времени не хватало. Всё отнимала работа авиамехаником, признаётся пенсионер. Свою мечту Вячеслав Конецкий растит, холит или леет второе десятилетие. За это время нужные сорта уже найдены, деревья окрепли. Ждать настоящий абрикосовый сад осталось совсем недолго, уверен его хозяин. Года три-четыре – самое долгое.